Всем привет! Пальсика Захара. Сегодня будем снимать видео обзор, как я переделал медогонку из кассетной в радиальную. Щипка помощник. Вот она наша медогонка. Была она сначала вот с такими кассетами. Четыре кассеты по две рамки. Получается 8 рамочек за раз откачать можно было. Опять же открутил раз, перевернул, открутил, еще раз перевернул, еще раз открутил. Три раз приходилось хрустить 8 рамок. Теперь я переделал, подсмотрел, как заводские сделаны были. Ну маленько усовершенствовал сам. И вот снял заводские размеры. Как лучше видно. Вот здесь из нержавеющей жести я взял, согнул пластины. Тем самым вот рамочка входит сюда. Таким образом ставится и 28 рамок у меня получилось, чтобы можно за раз откачать. Есть разница 8 рамок и 28 рамок. В таком вот ракурсе рамки ставятся. Это называется радиальная. Раз открутил и все рамки пустые. Переделал подшипники самостоятельно. Взял ступису с мотоциклетного колеса, с ижа в данном случае. Ступиса вырезал с колеса. Здесь у нее получается два подшипниковые ступисы. Обрезал по длине. Вал тоже получается с ижа с осенка. Ну пришлось маленько подточить, чтобы сюда заходило на токарном станке. Хорошо у людей есть. Токарные станки выручают, помогают. Также в шкив я обрезал. Он длинный, длинная ступиса. Одну сторону подшипника я обрезал, вырезал и ввалил сюда. И вот между подшипников, как видно, втулка ставится. Вот эту втулку я сюда поставил. Высчитал длину, высоту, чтобы было на одном уровне. Также с ижа я взял натяжной натяжник цепи, чтобы натягивать ремень. Вот в прошлый год качал, маленько уже приослаб. Надо будет, сейчас будем качать, подтягивать. Открутил, расконтрогаял гаечкой потихонечку, натянул, снизу гайку ослабил. Законтрогаял, гайку затянул, все. А по заводскому приходилось или монтажкой, или ширинком молотка натягивать этот ремень. И теперь, вот, смотрите, одним пальцем свободно я кручу. Конечно, когда полная, а на это сложнее. Мучился долго я, почти в месяц, после пасеки по 2-3 часа уходило. Ну, правда, не каждый день, но оно того стоило. Теперь я мед качаю и радуюсь. Раз пока не терялся, это по сравнению с кассетными. Вот у меня остались штыри. Также я смогу вешать вон снизу эти кассеты. Если что-то пойдет не так, надо подогнуть и все. Самое мутное было в этой работе, это гнуть все по миллиметрам. Здесь должно быть ровно, идеальная, получается, ширина бруска. Бруска. Бруска рамки. Вот. Здесь чуть уже, чуть шире. Вот. Здесь заходит спокойно. Потому что самопильные рамки, но распиленные и шире, и уже. Ну, уже это не беда. Она падает туда свободно. А шире приходится взять черенком молотка, это все разгибать. Поэтому здесь уже все неровно. А снизу сделал вот такую гребеночку, как заводская. Вот, хорошо видно. Углы просверлил, болгарочку подточил, и все прекрасно стоит. Видите? Тоже надо сперва вверх сделать, а потом уже считать, сколько рамок выходит, подгонять вниз. И вот мой совет. Какой совет? Не хотите качать по 8 рамок? Помощитесь, переделайте. Всего доброго, всем удачи!